Здравствуйте, дорогие друзья! В Сирии разгорелся конфликт между Россией и Турцией. Сейчас там идут бои. Погибло 33 турецких военнослужащих. Турция обвинила в этом Россию. Россия от этого, соответственно, отнекивается. То есть Россия говорит, что это сделали не мы, а войска Асада, но Россия поддерживает Асада. Турция вводит сейчас войска, начинается войсковая операция. И сегодня я хочу провести опрос среди россиян в случае войны с Турцией. Пойдут ли россияне воевать против Турции. Итак, мы начинаем. Поехали! Зло есть зло. Большое, маленькое, среднее. Какая разница? Если надо будет выбирать между одним злом и другим, я не буду выбирать вовсе. Я воевать ни за кого не собираюсь. Дело не в том, что это Россия или какое-нибудь другое государство. В принципе, я пацифист. Я не считаю нужным военные конфликты. То есть, если даже придется признать поражение, ну, я согласен с этим. А скажите, пожалуйста, вот Турция ограничит Сирией. Они обуславливают это тем, что поток беженцев идет из Сирии, и они хотят там навести порядок рядом с своими границами. А что Россия делает в Сирии? Вот вроде как троистов всех победили. Как вы думаете, почему Россия до сих пор в Сирии присутствует? Ну, Сирия это, ну, как мне кажется, сейчас такое плато для, скажем так, отвоевывания территорий, нестабильное государство с, ну, разорухой, что в политике, что территориально, в принципе. Потому что, ну, говорю, ну, вы сами сейчас уточнили, что была война. Ну, и мне кажется, это на руку, что Турция, что Россия, ну, Россия, понятно, чтобы побольше союзников иметь хотя бы на той части континента, ой, на той части планеты. А Турция, ну, это ее ограничащая, скажем так, ну, это ее граница, очевидно. Она хочет ее расширить, ну, как мне кажется, и заиметь какую-то власть на ее территории. Ну, я могу как аналогию привести Россию и Крым. Ну, примерно такая же ситуация произошла. Ну, здесь вы правы, да, турки официально говорят, ну, официально их версии, что они под защитой туркоманов. То есть, туркоязычное население Сирии якобы они его защищают. Ну, это ставим, ладно, на их совесть. А вот турки настроены решительно, они вводят войска. Скажите, удастся ли нам договориться, вот России и туркам, удастся ли договориться, чтобы все-таки конфликта не было, либо смягчить его максимально? А почему вообще стоит договариваться по поводу, ну, ну, почему стоит договариваться с государством, не имеющим власти на этой территории? И мы сами являемся, ну, там, на птичьих правах, таким же, ну, ничем, скажем так, неопределяющим государством, как и турок. То есть, все страны оккупационные, да, там, получается? Ну, получается, по большому счету, да. Ну, это вот, как можно сказать, и с Грузией было, то, что власть некоторых правителей была неугодна одному государству и также угодно была дорогим государством. И пока у власти те, кому, ну, допустим, вот России выгодно, кто там сейчас у них, правители, я точно не помню, ну, в Саудовской Аравии, но России это явно выгодно, потому что с ним можно договориться, а турцы, вероятно, невыгодно. И есть какая-то оппозиционная сила, которую они продвигают там. Хорошо, благодарю вас за ответ, спасибо большое. Сколько я знаю, как такового конфликта нет? Нет, да? Ну, вот фаза уже перешла в горячую. Именно столкновения пока с Россией нет, но Россия поддерживает Асада, а вот Турция поддерживает, соответственно, сирийскую оппозицию, с которой воюют. И вопрос такой с этим возник, в случае горячей войны пошли бы вы воевать за Россию против Турции? Надо хорошенечко подумать, я сейчас вот так вот не могу отвечать на этот вопрос. Надеюсь, что этого не будет. Благодарю вас за ответ, спасибо большое. Вот сейчас в Сирии Россия и Турция могут начать войну. Вы поехали воевать за Россию? Благодарю. Вы что-нибудь слышали про конфликт между Россией и Турцией? Да, естественно. А скажите, вы бы пошли воевать в случае горячей войны с турками? Нет. Почему? Ну, во-первых, я негоден. И, во-вторых, я, наверное, все-таки больше беспокоюсь за свою семью, нежели чем за население всей нашей страны в целом. Благодарю вас за ответ, спасибо. Спасибо. А скажите, вы что-нибудь слышали о конфликте между Россией и Турцией? Нет. А скажите, если бы вот война горячая началась бы, серьезно, вы пошли бы воевать? Ну, наверное, нет. А почему? Потому что думаю, что для фронта я не слишком храбрый. Ну, а для кидации тоже, наверное, нет. Не знаю, но, наверное, на фронт бы не пошел. А как вы думаете, кто прав в этом конфликте вообще? Вот Россия находится в Сирии, Турция ограничит Сирию в этом. Вообще стоит ли вообще воевать за Сирию, нет? Наверное, если честно, я не знаю. Я вообще не в курсе дел. Знаю то, что там что-то происходит. Но кто прав, кто виноват. Ну, там война происходит просто там. Потом зайдите, посмотрите, может, поинтересуйтесь. Да, вот так на всякий случай. Да. Все, спасибо за ответ. Всего доброго. Всего доброго. А скажите, вы пошли воевать, если война горячая началась? Нет. Почему? А я не патриот, потому что. А почему не патриот? Не знаю, не люблю свою страну, не люблю место, где я живу, планирую уехать отсюда. Может быть, правительство, а не страну или как? Ну, возможно, и правительство, пока не знаю. Пока еще не ясно. Много кто говорит, много что делают и так далее. Жить не дают. Ну, я понимаю, это из-за того, что не потому, что страна плохая, а потому, что такие условия созданы, правильно? Да, согласен с этим, да. Не стоит умирать, да, за эту власть, как вы думаете? Согласен, согласен. Людей не слушают, для людей ничего не делается и не делают, и не хотят делать. Для чего? Зачем? Ради чего идти воевать? На то, что на тебя просто клали и все. А скажите, как вы думаете, зачем вообще Россия в Сирии, Турция в Сирии? Ну, Турция, понятно, граничит с Сирией. А Россия сейчас что там делает? Вроде как террористов всех победили, говорят, но все равно там продолжают что-то делать. Знаете, я вот в политике не особо разбираюсь, не слежу за новостями. Не особо проявляю интерес к этому делу. Скажите, вы что-нибудь слышали о конфликте между Россией и Турцией? Нет. А скажите, вы пошли воевать в случае горячей войны с Турцией? Нет. Вот сейчас такой конфликт идет, что может разгореться горячая война. Вот у меня такой вопрос с этим связан. Вы пошли воевать в случае горячей войны? Да. Вы патриот? Да, но не совсем. Просто за страну, да? Да. Скажите, вы что-нибудь слышали о конфликте между Россией и Турцией? Нет, не слышали. А в случае горячей войны пошли бы воевать? Я бы пошел, да. В первом ряду пошел бы. Против Турции? Нет. Просто воевать пошел, если пришлось бы. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы что-нибудь слышали о конфликте между Россией и Турцией? Нет, не слышали. А в случае горячей войны между Россией и Турцией пойдете воевать? Ну, я вообще мирный человек. Я мирный человек, и если надо Родину защищать, то почему нет? А как вы думаете, вообще справедлива ли война эта будет, что Россия и Турция выясняют отношения за Сирию? Ну, я считаю, что любая война – это несправедливо. И, ну, я не знаю истории. Ну, просто так зайдите, почитайте в интернет, если интересно будет, да. Там реально до горячей сейчас войны может дойти, там. Турция как бы не пошла на попятную, вводит свои войска в Сирию. Россия еще неизвестна, как себя поведет. В общем, может быть, все, что угодно. Хорошо. Скажите, вы слышали о конфликте между Россией и Турцией в Сирии? Нет. Ну, вот там сейчас такая ситуация, что Турция и Россия сейчас не хотят отступать. Россия за режим Асада выступает. Турция, соответственно, свои интересы защищает. Свои группы населения, там, туркоманов, сирийскую оппозицию. Вот если начнется горячая война, скажите, вы пошли воевать? Конечно. За Россию? Ну, естественно. Мим проходил, сейчас не время, на самом деле, договариваются. Ну, просто вы пошли воевать, если горячая война началась с Турцией? С Турцией, да. А скажите, вы пошли воевать, если в случае горячей войны разразиться? Нет. А почему? Боюсь за свою жизнь. Да? А вот скажите, вот если все-таки война начнется и будут призывать всех, как резервистов, вы как, будете, ну, стараться уклониться, либо все-таки решитесь поехать? Уклонимся. Благодарю за ответ, спасибо. Ну, как мы видим, друзья, большинство людей высказывается против войны. Большинство не хотят ехать и умирать на войне с Турцией. Неужели ты не понимаешь, что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи, только потому, что мы друг другу никто? Турцей – это что-то, все-таки. Турцией,、-су-люми. Субтитры создавал DimaTorzok